Приветствую всех, меня зовут Шэдди Мэн, и сейчас вот стремительно и быстро мы начинаем играть Dead Run на себе Хайвэмси, ведь это же Dead Run, и надо играть в него стремительно, не знаю, наверное, нельзя так говорить, но главная задача здесь как можно быстрее бежать и прибежать быстрее другого человека. Я думаю, правила Dead Run уже известны большинству, то есть у нас есть, можно сказать, две стороны, которые активируют ловушки, и сторона, за которой играю я, которая оббегает эти ловушки и старается не погибать. Хотя, если погибнешь, тебя всё равно откинет назад, и ты сможешь снова продолжить. Так, вот эти вот штуки я на самом деле ненавижу, потому что я ещё не совсем разобрался, как на них тут прыгать. Фух, наконец-то запрыгнул я вот сюда. Итак, также здесь, как видите в инвентаре, есть такие вот штучки, какие-то зелёные блоки. А какие эти блоки, я сейчас расскажу. Эти блоки, ну не знаю, можно сказать ускорением, допустим, если два раза на них щёлкнуть правой кнопкой мыши, нас перенесёт на небольшое рестание. Таким образом можно вот перепрыгнуть вот такие вот ловушки, но не знаю, почему бы им не сделать, или, может быть, это специально, так, чтобы не было слишком легко. Почему у них, интересно, нет просто стрелочки вперёд, чтобы нажал, и ты полетел вперёд, ведь потому что вот, если сейчас я ношу левую стрелочку, то есть стрелочку, которая показывает налево, чтобы мне перелететь рестание, мне надо повернуться левым боком. Вы представляете, насколько это неудобно, если активировать стрелочку назад? Так, пока я тут говорил, я уже прошёл карту, хотя, на самом деле, проходило очень долго. Так вот, если нажимать стрелочку назад, то для того, чтобы перепрыгнуть там какое-то препятствие, нам надо перевернуться в воздухе на 180 градусов, щёлкнуть дважды правую кнопку мыши, и только тогда мы перелетим. Ну и, следовательно, опять развернуться на 180, для того, чтобы бежать вперёд. Вот, чуваки, видимо, такие же новички, как я, тоже застряю на этом. Да ладно, я ещё и второе место занял, ничего себе, видимо, какие-то все новички, я новичок, и тоже со мной попались какие-то новички. Неплохо, призовое место, и давайте начинать следующую игру. И вот у нас уже начинается следующий раунд, и у нас новая карта. На самом деле, в этом мини-гейме очень много различных карт, и здесь есть всегда разнообразие. Так, чуваки, из-за того, что вы тут бежите, я ничего не вижу, так, вроде я отключил игроков, сейчас посмотрим, отключил я их книг, да, я их отключил. И здесь есть, конечно, такой маленький минус, то, что отключать игроков приходится в каждом раунде. То есть начинается новая игра, и приходится опять тыкать на эту кнопочку, следовательно, ты отвлекаешься, и из-за этого можешь упасть. Почему они не сделали интерес так, чтобы ты нажал, и всё, они у тебя отключились, и не включатся, пока ты не захочешь. Так, чувак нас хочет подловить. То есть так, чтобы я отключил, и только они включатся в той игре, в которой я захочу. Так, как-то объяснил, наверное, фиг знает как. Так, бежим, так, если никого не видишь, значит, можно здесь пробегать спокойно. Также есть такая крутая фишка, как личный рекорд. Личный рекорд у тебя появляется после того, как ты проходишь карту даже один раз, он у тебя будет отображаться снизу. Это очень удобно, чтобы узнавать, насколько быстрее или же, насколько медленнее ты проходишь данную карту. Так, чувак, что-то здесь стоит, значит, так, ловушка активирована, всё. И, кстати, вон тот кубик, который находится справа, сейчас он красный, по нему можно узнавать, активирована или активирует, вернее, ловушку сейчас или нет. Если красный не активирует, если жёлтый цвет, то вот-вот она перезарядится, а если зелёный, ну, естественно, если зелёный, то её сейчас можно активировать. Так, куда-то у нас чуваки-ти побежали вперед, видимо, тут давно уже есть люди, которые проходят намного быстрее. И это, я думаю, так и есть, потому что я карту, на самом деле, толком вообще не знаю, так, что-то чувак тут не активировал ловушку, как-то поздно. Кстати, мне же повезло, я почему-то упал, коснулся воды, я не погиб. Хотя, тут если даже вот прям вот чуть-чуть докоснёшься, ты сразу погибаешь. Ух ты, так, водяные столбы, как столбы из лавы, прям аккуратно пробегаем, так, тут прыгаем по брёвнышкам, тут ничего сложного нет. И, так, хотел я перелететь, но как-то я опять криво развернулся и ударился об стенку. Так, так, а может быть, так, возможно, кстати, я понял, тут, скорее всего, надо так, чтобы ты сначала на них остановился, а после чего начал уже прыгать. Так, едва чувак нас не подловил, так, ещё две струйки воды и всё, чувак активировал, бежал дальше. Так, да ладно, это уже был конец, как-то быстро, по-моему, время прошло, хотя на самом деле, проходил я, ну, мне кажется, очень долго, 2 минуты 41 секунда. Ну, у нас остаётся ещё 15 человек, и прошли мы карту с 5 смертями, кажется, не очень много смертей. Конечно, можно и меньше, можно вообще без смертей как-нибудь сделать, но для новичка, мне кажется, это неплохо. Давайте я ещё тут побегаю, поизучаю карту, чтобы улучшить, может быть, свой скилл и в следующий раз уже бежать с более хорошим результатом. 13 человек уже остаётся. Так. Бежим, бежим. Так, 11 человек, и... Так, а сколько, интересно, осталось тут ещё по времени? А, вот уже, кстати, закончил. Так, да ладно, я ещё и третье место занял с каким-то временем. Ну, мне кажется, опять повезло. Ну что же, давайте начнём третью игру. И вот мы уже начинаем третью и финальную игру, и, кстати, эту карту я уже проходил, и сейчас вы это увидите. Вот, снизу у меня есть рекорд. Вот эти вот зелёненькие кружочки. И это значит, что конкретно на этой карте у меня рекорд составляет 1 минуту 57-ку. Вот, ну что ж, удастся мне побить его или нет? Так, приём здесь, и там я видел, что он кто-то стоял, но почему-то я не сразу погиб после того, как попал в воду. Ну, так, повезло нам сейчас, почему-то динамит на нас особо не подействовал. Вернее, он абсолютно не подействовал, опять эти изумрудные блоки, но вроде я более-менее понял, как на них надо правильно прыгать, и вот сейчас всё получилось. Так, чувак хочет нас поймать, и мы вот так вот используем ускорение, и ему это не удаётся. Так, бежим дальше, у нас ещё есть ускорение на, можно сказать, ускорение на 180 градусов, то есть мы вот так поворачиваемся и ускоряемся. Так, у нас ещё следующий этап, и мне кажется, сам режим достаточно, да, это что такое-то, сам режим по себе достаточно несложный, то есть вот паркур, он не замудрённый, а на то, что он несложный, всё это компенсируется тем, то, что здесь можно активировать ловушки, и этот режим становится уникальным и интересным. Так, вот у нас ещё такая штука есть, интересно, снизу у нас, можно сказать, нарисована траектория, и над ней есть невидимые блоки, и по этим невидимым блокам мы прыгаем, и мы прошли карту, и мы улучшили свой результат на 22 секунды, можно сказать. Ну и там ещё тысячные. Так, я здесь не допрыгнул, но здесь можно по-любому допрыгнуть. Да, допрыгнуть здесь можно, и мы видим то, что больше всего народ застрял именно на этих изумрудных блоках. Видимо, они такие же новички, как и я. Так, ещё раз давайте сейчас пробежимся, вот здесь остаётся ещё 11 секунд, и видимо, ещё 23 секунды до того момента, как мы узнаем, кто и какое место у нас занял. Так, вон у нас написано то, что кто-то ещё финишировал, остаётся 8 человек, и вон я вижу спереди, как уже люди бегут, и вон-вон они уже финишируют. Так, да, всё-таки у нас получилось занять первое место, но что ж, неплохо, конечно, может быть, против меня никакие склавы игроки были, но всё же нам это удалось. Спасибо, что посмотрели, и всем пока.